СВ Москва – особенный магазин по адским ценам. Налево или направо? Этот пиджак супер. Какие-то драные куртки. Вот такие майки-алкоголички поюзанные. Вонюченькие треники. О май гад! Какую-то бомжатину хватают руками. Собаки погрызли куртку. Давай лучше расскажу, что на самом деле происходит. Тихо. Никому из вас не понятно, но мне очень нравится. Классно. Славится тебе? Да. Вот тут вообще супер. Ай. Вот красиво. Мне кажется, знаешь, что здесь на Ренате та же самая валька, с которой мы ее лет 15 назад снимали. Она же своим мешочком приходит на съемки. У нее там вальки, всякие там заколочки. Классный мешочек. Такой пакетик целлофановый, да. Стилиста. Да. Всем привет. Я Александр Рогов. Это мадемуазель Шу. Вы смотрите Рогов Лайв. И вы на моем YouTube-канале в YouTube. Ой, вообще, добро пожаловать к нам в гости в нашу уютную модную квартирку. Вот мы сейчас здесь разглядываем новинку. Это альбом Рената Литвиновой «Северный ветер». Фотографии для этого альбома делал Гоша Рубчинский. Некогда очень известный российский дизайнер, хотя он до сих пор продолжает модой заниматься. А еще здесь есть даже вся пьеса «Северный ветер», на которой мы с мадемуазель Шу были, где она лично с Ренатой познакомилась. Эту Лиду, моя напарница… Господи. Ты где читаешь? Вот, это Лилу. Это Лилу, моя напарница, заехала за мной. Бенедикт, не улетай. Не улетай его. А где дальше-то? Часы сломаны. Пойдем лучше. Давай лучше расскажу, что на самом деле происходит. На самом деле этот альбом уникальный, можно купить в Москве только в магазине «СВ Москва», в котором мы на самом деле и находимся. Такой альбом стоит 10 тысяч рублей, а еще бывают копии даже с автографом Рената Литвиновой, так что обязательно в «СВ Москва» загляните в Москве. Как минимум полистайте этот шикарный альбом, но мы-то здесь не для того, чтобы альбом полистать, Иринате Литвиновой привет передать. Мы здесь, чтобы наши ручки шалавривые запустить в люксик. Я «СВ Москва» очень люблю. У ребят, кстати, есть не только оффлайн-пространство, но еще и интересный, очень необычный онлайн-магазин, куда вы тоже можете зайти, svmoskва.ru, и совершить покупки с доставкой в любую точку мира, насколько я знаю. Но мы-то имеем возможность оффлайн пошопиться. Я предлагаю обзорчик забубенить. Да, здесь атмосферный класс. Ой, здесь очень атмосферный. Я обожаю «СВ Москва». Это такое пространство, которое я называю «hidden place», типа место, которое не сразу найдешь. Поэтому вам придется постараться на карте найти «СВ Москва» в Москве и сюда обязательно заглянуть. Что здесь за бренды представлены? Мы вам расскажем и, конечно же, покажем. И вполне вероятно, что-то примерим. А еще вполне вероятно, что-то даже купим. Здесь есть, как вы видите, например, «Жильзандер». Правильно произносить название именно так. Офигенная вот такая парка с отстегивающимся воротничком из натуральной овчины. И эта парка, например, обойдется невероятному моднику, типа меня, в неизвестное количество денег. Потому что бирку я здесь не вижу. Бирки нету. Ее кто-то украл. Хотя бы бирочку, знаете, здесь тоже пусто. Узнаете, скажите нам, ладно? Очень классная парка. И вот такая вещь, на самом деле, на все времена. Очень простая, без лишних деталей. И вообще носиться будет не сносится никогда. Вот такие классные джемпера. Смотрите, тоже кажется, на первый взгляд, простая вещь. На самом деле джемпер спереди укороченный. По бокам вы видите вот такие разрезики. Очень приятный состав. И тоже вещь на все времена. И стоит этот джемпер 65 тысяч рублей. Есть еще такой же в очень красивом изумрудном оттенке. Я бы даже такое, честно говоря, примерил. Потому что мне, например, пойдет такая вещица. Шу здесь продолжает ковыряться в Жильзандер. И нашла, как говорит, модную сумку. А в чем ее модность? Ну, не знаю. Сейчас в Инстаграме тоже как микротренд. Все с такими сумками фотографируются. 45-400 стоит. Это холща с вот такими ручками из натуральной кожи. И тоже, на первый взгляд, все просто. На самом деле, смотрите, как интересно здесь пришиты ручки. Они вшиты вот сюда в боковину и потом закручены. Вот что значит дизайн внутри. То есть снаружи. Это, казалось бы, просто какой-то холщовый мешок. А на самом деле очень классно. Вау! А вот такие гигантские сумки. Это еще один микротренд. Это удобная сумка. А это гигантская, не суперудобная, но очень инстаграммабл. Да, прикольно. Ну что, сколько парка стоит? Парка 244 900 стоит. Спасибо большое. Я, может быть, ее тоже примерю. В принципе, все остальные вещи очень простые, очень понятные. Как вы понимаете, бренд Жильзандер когда-то был под руководством Жильзандер. Но сейчас этим брендом занимаются совершенно другие дизайнеры. Предлагаю об этом, инфо-справочку-то, и глянуть. Начнем модную прокачку. Немецкий бренд Жильзандер был основан в 1973 году. Однако первые его коллекции не нашли отклик в сердцах покупателей. Многослойный стиль, брючные костюмы, рубашки и пальто в нейтральной цветовой гамме смогли завоевать любовь женщин и критиков только в 90-е, когда минимализм стал модным хитом. Именно тогда Оньен Лук от Жильзандер вызвал настоящий ажиотаж среди деловых дам. В 1999 году бренд вошел в состав Prado Group. Жиль так и не смогла сойтись с возглядов с главой Prado Group Патрицио Бертелли. И в январе 2000 года оставила свое детище. Но возвращалась на пост креативного директора бренда еще дважды. Представляете, ну, все-таки ушла. После нее пост креативного директора в разное время занимали Раф Симонс, самой громкой идеей которого стала спортивная шапка с вуалью в коллекции 2012 года, и Радольфо Палья Лунго. В настоящее время у руля стоит дуэт мужа и жены Люси и Люка Мэйер. Ну, на самом деле, Раф не только эту шапку с вуалью придумал, просто все ее почему-то растиражировали. Раф делал очень классный, яркий и дерзкий Жильзандер. Боже, какой красивый пиджак. На самом деле, это еще один из трендов мужской моды. Это пиджаки без лацканов. Мне кажется, мы сегодня вот такой пиджачок здесь даже не один встретим, потому что здесь есть еще Мезон Маржелай, там есть похожие пиджаки. Есть еще Fear of God. Очень классный бренд, и, кстати, в СВМОСКО очень классная подборка этого бренда. Например, в ЦУМе очень ограниченная линейка, а здесь есть и пиджаки, и пальто, и трикотаж, и даже есть вторая линейка этого бренда, которая называется Fear of God Essentials. Но это в другой комнате находится, мы чуть позже до туда доберемся. Но, честно, я признаюсь, Жильзандер не совсем мой бренд, но вот джемпер или парку я бы обязательно примерил. Ну да, минимализм какой-то, да, Саша? А еще здесь есть кое-что, что я уже купил в прошлом влоге. Вы это видели. Я купил себе розовую рубашку Rav Simmons. А вы не посмотрите, у вас вот этой розовой рубашки Rav Simmons нет больше? Вот это M-ка. Потому что я купил M-ку, и мне хотелось больше. И если вдруг здесь будет больше, то мне придется купить ее больше, а в Кузнецке МОС-20 туз дать. Ну а что? На самом деле это нормально возвращать вещи, если вдруг вам что-то не подошло, и вы эту вещь не заносили, не затаскали, никуда в ней не ходили. Спокойно отправьтесь в магазин и сделайте возврат. Ничего страшного в этом нет. Здесь, как и в KM-20, тоже представлен Rav Simmons, но здесь совсем другая подборка. Смотрите, во-первых, есть вот такая офигенная огромная черная рубаха. А что написано? Написано Synchronicity от Rav Simmons. И такая рубашка стоит... Сейчас я посмотрю. 64 800. И вы помните, в KM-20 я примерял огромные свитера. Здесь есть еще одна версия. Вот такая зеленая с бабушкиной вышивкой на рукаве. 158 тысяч. Дороже, чем в KM-20 просто 20. Но здесь, возможно, из-за вот этой вышивки, потому что она делалась вручную. Это не машинная вышивка. Так, окей. Давайте посмотрим, что еще. От Rav здесь есть, во-первых, гигантский бомбер. Здесь есть очень классный. Стоит он 159 тысяч рублей. Так вот, если у вас нет бюджета на бомбер от Rav Simmons за 159 тысяч рублей, то мы рекомендуем вам обратить внимание на Alpha Industries. Идеальные бомберы. По 10, 12, 15 тысяч рублей. Смотрите, какая, Саша, интересная. А что это такое? Как будто пришито. Ой, смотрите, какой классный. Кардиган. И у него есть подкладка. Смотрите, шелковая. Очень классная затея. Вот такая. И мне нравится деконструкция. Как будто бы это такая рванина-бомжатина. И рванина-бомжатина от Rav Simmons стоит... А, кстати, со скидкой стоит 66,250. Стоило 132. А еще шута. Тут прошла вообще мимо какой-то невероятной диковинки. Смотрите. И мне кажется, что вот это прикольная альтернатива свитеру. Потому что это не свитер. Это пальто. Это как пальто. Ой, что ж так все дорого. 186,300. Тебе нравится цвет? Ну, я знаю, что мне пойдет. Ты солнышко. Да? Ну, я бы примерил. Давай. Давайте мы тоже сделаем обзор всего магазина. А потом какие-то штучки-дрючки я примерю. Но это прикольно. Это мне нравится. И вот еще есть гигантская джинсовка. Смотри. Огромная просто. Прикольно. Прикольно, но мне не надо. Ну, не надо тебе. Давайте ненадолго с вами прервемся. Я тут читаю ваши комментарии. Многие пишут, что давно не было завтрака с королевой. Это правда. Завтрак с королевой будет, но пока не получается. Я доехать не могу. Мама доехать не может. То локдаун, дела всякие. Я, знаете, маму хочу порадовать и отправить ей подарок. Закажу-ка я ей цветы на FlauVau. Это очень удобный сервис для тех, кто любит радовать своих близких, но находится далеко и не может приехать самостоятельно. Мама в Туле. Вы же все прекрасно это знаете. А скоро день матери. Отличный повод сделать приятной любимой королеве. На FlauVau собраны тысячи магазинов-исполнителей. Есть подарки на любой вкус. Вот здесь вижу цветы, десерты, игрушки, косметику и много чего еще. География обширна. Девятьсот пятьдесят городов по всему миру. Представляете? Вы можете связаться с магазином перед оформлением заказа, задать все интересующие вас вопросы. А перед отправкой вам обязательно пришлют фото для согласования. Можно контролировать свой заказ на всех этапах. И даже следить за перемещением курьера, чтобы точно знать, когда подарок дойдет до получателя. Так, оформляю свой заказ. Заказ размещен. Да и вы тоже скачивайте приложение FlauVau и сохраняйте промокод ROGOW. Он даст вам скидку 10% до конца декабря. Скоро праздники. Вы прекрасно это понимаете. Хотя знаете, радовать своих близких можно и без повода. Когда есть FlauVau и есть ROGOW. Ссылку на это приложение обязательно перекреплю в описании. Супер. Буду тогда отслеживать. А вы продолжайте смотреть сегодняшний выпуск. Может быть еще кому-нибудь что-нибудь заказать. И давайте вот с этой стороны еще посмотрим вещи. Потому что здесь, например, представлен бренд, которого в России больше нигде нет. Этот бренд называется ReadyMade. И бренд на самом деле уникальный. Давайте инфо-справочку и возвращаемся. Расскажу вам про ReadyMade. Выпускник Осака Мода Гакуин запустил ReadyMade в качестве экспериментального бренда в 2013 году. Он создает одежду из старой военной униформы США. Бренд получил признание за креативное переосмысление классических силуэтов в стиле милитари. И, конечно же, за ответственный подход к экологии. Еще до того, как это стало мейнстримом. Изначально бренд изготавливал только сумки из военных палаток. Но они так быстро стали вирусными в Инстаграм, что вскоре Virgil Abloh, да, тот самый Virgil Abloh, предложил бренду сотрудничество. Тогда вместе с ReadyMade они создали рюкзак со знаменитыми тремя белыми полосками off-white. А после были капсульные коллекции RSVP Gallery, Just Don't и многими другими стрит-стайл брендами. Каждый результат коллаборации расходился, вы не поверите, за считанные дни, несмотря на стоимость. А модные иконы современности стали бесплатной рекламой бренда. Ну, так, а Сап Рокки взял в руки сумочку, она сразу разлетелась. И кто-нибудь еще сумочку в руки взял, и она тоже разлетелась. Вот я тоже хочу сумочку от ReadyMade. Но бью себе по рукам. Например, здесь есть вот такой офигенный, объемный пиджак. Это не имитация пэтчворка, это реальный пэтчворк. Я думаю, учитывая концепцию бренда, это тоже какие-то видавшие виды банданы, из которых была произведена уже сама ткань, и потом кроился этот пиджак. И у нас даже есть знакомый, которому мы этот пиджак рекомендуем. Это Рома Ратников из Санкт-Петербурга. Я уже вам говорил, что на него надо подписаться. Рома! Привет! Привет! В Москве, в Асфомоскове, есть для тебя офигенный пиджак. И стоит он недешево, 332 тысячи рублей. Но это уникальная единица, и такой пиджак, вполне вероятно, на всю Россию один. А вот в руках ушу еще одна суперинвестиция. Это смешная штука. Да, это одна из фишек ReadyMade. Вот такая сумочка, похожая чем-то на Келли от Hermes, и тоже из таких же бандан. Очень классно все это исполнено. И сразу говорю, тоже стоит недешево, хотя выглядит как детская сумочка-игрушка. Стоит она будет 201 тысячу рублей. Но это коллекционные вещи, и, конечно, такие сумки покупают уже не те, кому нужна сумка для того, чтобы сходить в магазин с продуктами. Это сумочка-заявление. Смотри, под Шанель, типа, Стёп. Да, ну у них же фишка такая, это под Hermes, это под Шанель, у них есть еще похожие с Louis Vuitton формы, и все это, как я уже рассказывал в инфо-справке, военные палатки. Вот, пожалуйста, Louis Vuitton ReadyMade. Это Шанелька. Ну, вообще, я бы себе такую сумочку какую-нибудь хотел бы в коллекцию. Мне так нравится. Вот такую, или, может быть, даже, ну, хотя нет, с какой-то я ходить не буду. Нет, такую нет. Ну, ReadyMade – это очень интересный бренд, и классно, что в России есть магазины, которые этот бренд представляют. И вот эта куртка мне очень нравится, я ее мерил, на самом деле, однажды здесь. Стоит она тоже каких-то космических денег. 403 тысячи. Ух! Ну, это, опять-таки, уникальное изделие. Вот, тоже ReadyMade. Это, наверное, уже будет подешевле. 51 тысячу стоит вот такой свитшот из очень классного, кстати, футера. Мне нравится, как все это исполнено. Футер петельчатый. В нем будет комфортно, и вы сможете вносить и зимой, и осенью, и весной, и летом. И мне нравится заигрывание здесь с лого Champion. Ой, да, прикольно. Да, ReadyMade в стиле Champion. Что здесь еще от ReadyMade? Есть вот такая рубашка, тоже из бандан, с какими-то рисунками на рукавах. И рубашка эта стоит... Ой. Много, да? Мамочка моя дорогая. Эта рубашка стоит 245 тысяч 200 рублей. Правда? Угу. Прикинь? Дороговато. Ну, тут история в том, что это ручная работа, и что каждое изделие реально собирается из кусков вот этой ткани с памятью, что это не просто ткань, купленная на складе где-то в Турции. Я надеюсь, когда мы дорасту до того момента, когда я куплю себе рубашку за 245 тысяч рублей. Думаю, это время должно настать. И еще один уникальный бренд тоже для российских магазинов. Этот бренд называется Mastermind. Вот, например, смотрите, есть такая куртка из Твида, заигрывание с эстетикой Шанель. Я, на самом деле, о бренде Mastermind почти ничего не знаю. И предлагаю сейчас нам с вами вместе с этим брендом поближе познакомиться. И пока вы с брендом знакомитесь, вы можете переваривать информацию о том, что эта куртка стоит 469 тысяч 600 рублей. Японский дизайнер Homo Masaaki создал свой бренд Mastermind в 1997 году. Изначально он хотел сделать премиальный бренд вроде Hermes или Шанель на японском рынке, но популярность Mastermind быстро вышла за пределы Японии, когда бренд выпустил коллаборации с Adidas, Oakley, Comme des Garcons, Neighborhood и многими другими. Главным узнаваемым признаком марки является череп со скрещенными костями на темных мрачных тканях. Да, красиво. Сколько свистает? Ну, это тоже Mastermind. 350 тысяч. 302 500. Ой, какой он приятный, зато там Кашемир. Тут Кашемир. Мне нравится ирония, свойственная этому бренду. Это просто классический свитер из Кашемира, вот с такими забавными вышивками. Боже. Я цену смотрю, и говорю, боже. Ну, на ощупь это просто так приятно. Вообще закутайся и лежи в нем. Еще один бренд, который нигде в Москве не представлен, это Undercover. Пожалуйста. Кстати, несколько лет назад у Undercover была коллаборация с брендом Valentino. И коллаборация была реально очень классной. И давайте прямо сейчас с Undercover тоже поближе познакомимся, потому что вы должны знать, что это такое, с чем это едят, и почему это так дорого стоит. Но этот свитер, ладно, хотя бы уже за 87 тысяч рублей. Бренд Undercover основал Юн Токахаши, студент Бунка Academy of Fashion. Он долгое время наблюдал за рождением новых субкультур и стремился выражать собственный взгляд на мир через одежду. Вот я как будто бы пресс-релиз сейчас для вас читаю. Итак, в 1990 году Юн основал бренд Undercover. На тот момент Юн особенно вдохновлялся Ливьен Вествуд, стилем группы Sex Pistols и ее фронтмена Джонни Роттена, а также, конечно же, панк культуры в целом. Юн делал одежду Luxury Streetwear еще до Вёрджила Абла и Хэрона Престона. И даже до того, как вообще все это получило такое определение – Luxury Streetwear. В 1994-1995 Юн Токахаши впервые принял участие в Tokyo Fashion Week. Одной из первых клиенток марки стала невероятная, важнейшая фигура – Рейка Вакубо, основательный цепом де Гарсон. Именно она посоветовала Токахаши принять участие в сезоне 2002-2003 года в парижской неделе моды. В 2011 году Юн начал разрабатывать коллекции для марки Uniqlo, а в 2010-м стартовала коллаборация дизайнера с Nike. Кроме того, Undercover выпускали совместные капсулы с маркой Supreme, и вообще это не полный список, и с Валентин работали тоже. Вот рубашка от Undercover, как будто бы простая белая классическая рубашка, но здесь есть синтепон внутри. Это такая рубашка-куртка. Не странная. Ну, тоже со стороны выглядит как будто бы ничего особенного, но на самом деле вещь не так проста, как кажется на первый взгляд. Толстовки Undercover, футболки Undercover, трикотаж. Ой, наверное, очень классный шарф, смотрите. Вот такой шарф огромный надписью. Все есть, мне кажется, похожий, да? Да, здесь с надписью Undercover. У меня есть похожий от Burberry. И здесь есть нечто похожее еще на этот шарф от Balenciaga. Мы чуть позже с вами к Balenciaga прикоснемся. Я знаю, что вы все этот бренд очень любите. И вот такой шарф-плет от Undercover стоит, внимание, 34 100 рублей. 93% шерсть, 5% нейлон. Но он классный, конечно, говорящий. На самом деле бренды, которые я вам сейчас показываю, это бренды нишевые. Это бренды для знатоков, для любителей моды. Это бренды, по которым тебя сканируют. И на самом деле те, кто разбирается, все прекрасно понимают и будут знать, сколько этого футболочка или сколько вот такой свитерочек стоит. Ну, как бы это такие подмигивалки своим. Кто там приехал? Паша приехал. Паша, привет. Приветики. Как дела? Привет, все хорошо. Мы тут у вас копошимся. О, это хорошо, приятно. Да, рассказываем про то, какой свой мозг он на самом деле атмосферный, магазинный, что здесь очень классно. Пойдем ковыряться дальше. Мы с вами вечно куда-то бежим, много работаем, совсем забываем себя радовать и отдыхать. Пишите в комментариях, как вы любите расслабляться и баловать себя. Я считаю, что новый выпуск на Рогов Лайф – это отличная возможность остановиться ненадолго, переключить внимание, узнать что-то новое, да еще и отдохнуть. И сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы просмотр доставил вам еще больше удовольствия. Готовы? Устраиваемся поудобнее, завариваем вкусный чай или кофе и берем новые шоколадные плитки Рафаэлло и Ферреро Роше. Любимые конфеты теперь выпускают в виде шоколадных плиток, и они созданы. Удивлять, как я. Вы только посмотрите, какие вкусы Ферреро Роше выпустили молочный и темный шоколад с лесным орехом, для тех, кто любит классику. А у Рафаэлло – белый шоколад с кокосом и миндалем. И белый шоколад с кокосом, миндалем и ананасом. Но прямо пинаколада в шоколадной плитке. Напоминает ли это? Ну, мне как минимум. Мне больше всего нравится вот этот молочный шоколад Ферреро Роше с орешковой. Мой самый любимый. Подождите, дайте прожую. С таким набором смотреть новый выпуск не только интересно, но еще и вкусно. И, кстати, если выпуск вы смотрите не дома, то шоколадки намного удобнее носить с собой, чем коробки конфет, согласитесь. Ищите плитки шоколада в ближайшем магазине или закажите онлайн. Ссылку я прикреплю. Обязательно заходите на сайт и выбирайте, и пробуйте, и наслаждайтесь. Ну, а теперь давайте продолжим смотреть влог. Ну, вы продолжаете смотреть влог, а я продолжу лакомиться. Коль, ты тоже хочешь шоколадку? Тебе нельзя. Вы продолжаете наслаждаться тем, как я ем шоколадку. Это практически мукбанг. Нет, все, давайте влог смотрите дальше. А я орешки зубов повыковыриваю. Вот еще тут тоже забава от Undercover, смотрите. Вот такие свитера, как будто бы связанные бабушкой. Но вы понимаете, да, что как бы здесь заигрывание с религией такое тонкое идет. И это, конечно, свитер-провокация. Шуэ, я тебе футболку ношу. Боже. Undercover Kids. 9 200 рублей. Прям я уже вижу, как ребеночек обрыгал эту футболочку, и мама очень сильно переживает. Ну, хотя, если мама ребеночку футболку за 9 тысяч купила, я думаю, переживать она не будет. Здесь висят женские вещи. Саша, это метро. Да, это коллекция Ульяны Добровской. Это дочь Ринаты Литвиновой. Это ее коллаборация с московским метрополитеном. Коллаборация была недавно представлена. И вот теперь продается еще и в СВ Москва. Я знаю, что Рината очень дружит с СВ Москва. Вот, наверное, это плоды дружбы. Хотите поддержать российского производителя? Приходите, покупайте, носите. Вот такой жакетик, посвященный московскому метро. Стоит. Что-то цен нет. Да, почему-то цен нет. Хотя бы какая примерно ценовая политика у одежды? Ребята, почем вот эта коллекция метро, которая у Ульяны? Тишина. Если узнаем, здесь напишем, почем платье, почем топы и почем вот такие кожные бомберы, сумки и очки. А это как радио, что ли, какое-то? Ну, такие, видите, затейливые вещички, да. Это как будто бы в старых вагонах громкоговорители. Или вот такие очки тоже, смотрите, с логотипом московского метрополитена. Даже сразу не скажешь, что это метро, как вот это кошечки какие-то забавные, да. Ну, вот в целом у тебя... Подходит мне, да? Ну да, ты технокобра. Так? Да, вот так примерно. Окей. А налево или направо? Налево? Конечно, налево. Направо пойдешь. Кого там найдешь? Грег Лорен найдешь. Направо пойдешь. Витимент обнаружишь. Ну, давайте Грег Лорен на самом деле посмотрим. Грег Лорен, племянник на самом деле Ральфа Лорена. И он основал свой именной бренд в 2011 году в Лос-Анджелесе после неудавшейся кинокарьеры. Вот, пул, актером не получилось стать, зато дизайнером стал. Грег деконструирует одежду. Он создает новые вещи из разобранных старых, тем самым перерабатывая их, а не производя с нуля. Дизайнер признается, что вдохновляется Оливером Твистом. С первого взгляда одежда Грег Лорен похожа на рванину и вызывает ассоциации с постапокалипсисом. Но на самом деле эта одежда сильно опережает свое время. И подходит тем, кто не боится общественного мнения. Ну, например, мне. Но я пока, кстати, Грег Лорен не ношу. Надо внести Грег Лорен в список любимых брендов. В России одежду от Грег Лорен носит Евгений Чичваркин. Хотя он в Лондоне ее носит. И Филипп Киркоров. Интересно, Грег Лорен гордится тем, что Филипп Бедросович носит его одежду? Надеюсь, очень. Ну, честно я скажу, что мне нравится этот бренд. Вы заметили, да, моя любовь к деконструкции, к погрызанным вещам, которые как будто бы пожили, а на самом деле это абсолютно новая вещь с эффектом состаренности. И это как минимум экологично. И это, мне кажется, очень современно. И вообще моя внутренняя аналитика говорит о том, что многие бренды сейчас придут к тому, что они будут перерабатывать свои старые коллекции, собирать из старых вещей какие-то новые. Это очень активно делает баленсиага, имитируя переработку вещей. Когда мы видим всевозможное покоцанное пальто, какие-то кофты, которым как будто бы пришиты рукава от блузок и так далее и тому подобное. Это очень иронично, классно, современно. И вы тоже можете делать это сами. Если у вас нет возможности купить такую куртку готовую, вы можете купить в секонд-хенде куртку похожего фасона. Наверняка такую найдете за 350 рублей. Потом можно купить, например, джинсовку. И элементы от джинсовки пришить, но, может быть, не так искусно, как здесь. Потому что видите, что здесь как будто бы протерлась рубашка, а изнутри выступает джинсовка. Это не так просто сделать. Это кажется, что это собаки погрызли куртку. А на самом деле это очень тонкая, такая практически кутюрная работа. И куртка эта стоит, кстати, для такой вещи сложной 123 тысячи рублей всего. То есть ценовая политика у бренда не такая сумасшедшая, как у брендов предыдущих. Так вот, здесь, например, еще есть вот эта практически культовая вещь для бренда. Блонгер с какими-то веревками, кусками от джинсовок. Выглядит это все очень прикольно. Честно, я даже, по-моему, ни разу ничего от этого бренда не примерял. Поэтому, если во что-то сегодня влезу, может быть, и надену. Да, всякие кофты-кимоно, какие-то драные куртки, драные толстовки. Мне это очень нравится. А это что? Ой, пальто какое-то великолепное просто. Прям великолепное? Хочешь, я примерю сейчас. Давай, хочу вот. Великолепное. А это тоже Грег? Нет, это Зиги Чен. А, Зиги Чен, у меня есть пиджак от Зиги Чен, который я почти не ношу. Ну-ка, давай, смотри. Класс. Там все, затея такая на спине, смотри, Саш. Сейчас. О май гад, а мне же нужно было коричневое пальто. Смотри. Ой. Ой. Ой, это очень красиво. Паш, смотри. Да, я подсматривал. Очень хорошо. Мне еще нравится, что здесь острые вот эти лацканы. Как я люблю. Материал крут еще подобран, он очень уютный. Такое парижское, бомжатое какое-то пальто. Ой, вообще, кайфушка. Я не хочу смотреть на ценник. Тут нет ценника. А сколько стоит? Затылочки, я думаю, что задник какой-то ценой, да? Ну, давайте вы посмотрите на мое лицо, когда я узнаю цену. Подождите. Это дорогой бренд. Ну, в принципе, цена для пальто нормальная. 208 тысяч рублей стоит. Не, ну для пальто нормально. Ой, мой боже. Красивая. Красивая. На тебе классная куртка. Сейчас все зрители наши смотрят, думают, боже. Какую-то бомжатину хватают руками, визжат и верещат. Еще за 208 тысяч рублей мне дорого. Но это очень красиво. Посмотрите, опять здесь элемент деконструкции. Видите, нет части лацкана. Здесь нет воротника. Очень интересно поработано с подкладом. Подклад с каким-то узором внутренним. И очень интересная вот эта деталь на спинке, которую можно открыть. Она вот так откидывается. Можно закрыть. Я лук придумала с 8 минут. Ой, мне очень нравится. Лук супер. А ты тоже Зиги Чен у тебя? Да. Очень красиво. Ой, Зиги. Зиги, в общем, ты очень Чен, и мне очень нравится. Я предлагаю вам, мои дорогие зрители, поближе с Зиги Чен познакомиться. Зиги Чен. Дизайнер из Шанхая, который стоит за именным брендом. Зиги Чен. Чен черпает вдохновение в истории и традициях Китая. Особенно в периоды династии Сун и Цин и времен Первой Республики. Дизайнеру также близок кочевнический стиль, который достигается за счет многослойности и деконструктивных элементов. Для Зиги Чена приоритетом является высочайшее качество вещей. Поэтому все коллекции бренда производятся вручную в студии марки в Шанхае. Ткани специально создаются для Зиги Чен в Италии и Японии. И, согласно философии бренда, отделка каждой вещи – бирки, канты, обработки – это самая важная часть. Поэтому каждый сезон марка разрабатывает их заново. Придумали кантик, забыли, разработали снова. Молодцы. Боже, это что за косухи какие-то? А, это, кстати, Паш, расскажи, пожалуйста, ты, потому что это бренд «Enfant Riche de Prime» или как читается? «Enfant Riche de Prime», да, это бренд с французским названием. Бренд сделан американским дизайнером. Чем, можно сказать, что, наверное, больше сначала художником, которого зовут Генри Леви. И, в общем, изначально это весь «Enfant Riche de Prime». То есть все началось в целом с таких курток. То есть это старые куртки переработанные? Да, старые переработанные куртки. То есть и бренд вообще корни. По адским ценам. Сколько стоит эта куртка? Тысяч пятьсот? Из-за того, что этих курток сделано всего пять, я так подведу сейчас быстро, то есть он эти куртки лично уже перестал делать достаточно давно. То есть это все, теперь это все происходит в формате Редди Твор коллекции. Два сезона в год, осень, зима, весна, лето. Но... Они опять цену сняли. Я знаю, что стоит полляма. Я знаю, что у Настюшки Ивлеевой есть... Восемьсот пятьдесят тысяч. Понимаете? Спасибо вам, Павел, что познакомили нас с этим прекрасным брендом. На самом деле, как в 70-е в Лондоне нельзя, так о слухе панков обычных. «Enfant Riche de Prime». Но мне с ратузским плоховато, поэтому, возможно, название бренда я прочитал неправильно. Название переводится с ратузского как «Богатые депрессивные дети». Основал этот бренд в 2012 году дизайнер Генри Александр Леви. Он вдохновлялся панк-культурой, музыкой группы Sex Pistols, а также стилем Рика Оуэнса и волшебницы Вивьен Вестфорд. Дизайнер декорирует вещи провокационными рисунками, намеренно нечетко пропечатанными узорами и искусственно состаренными элементами. Основа мужской линии «Enfant Riche de Prime» — одежда в спортивном городском стиле. И цену на эту одежду совершенно не детский, что делает бренд недоступным и желанным одновременно. Вот хочешь выпендриться — купи себе куртку «Enfant Riche de Prime» за лям Ну, давай. Можно покачать такую? А, здравствуй. Это, кстати, коллаборация «Vatman Vetements» с прекрасным SV Moscow. С пиздец. То есть эти же толстовки только здесь были представлены. Понимаете? И вот чиповолочка. Ну вот, давай скажем, сколько это стоит. Я думаю, что это тоже новое период. Охрана. А, это тоже для вас специально? Надо им взять охрану. В общем, SV дружит с брендом Vetements, «Vatman Vetements». И время от времени делают вот такие коллабы каких-то вещей, которые будут продаваться только здесь. Вот сейчас вы видите коллабу «Ochrana Limited Edition». И «Ochrana Limited Edition» стоит 47 900, а толстовка, наверное, и того дороже. Ну, на самом деле, вот эта классная толстовка, это, пожалуй, единственная толстовка Vetements, которую я сейчас купил бы. Что она без вот этих постсоветских надписей, это «Vatement от Couture». И такую я, наверное, надел бы. Шун, что ты думаешь? Да, классная. Такая ироничная. Да? Очень красивый бомбер. Да. Авиатор, наверное. Авиатор, да. А у меня сегодня все. У меня авиатор – это бомбер, бомбер – это авиатор. А там написано… Ой, вообще гениально, что ничего не написано. Вообще супер. Да, это классная. Но мне на заказ шили недавно очень классный авиатор. И даже здесь я вам укажу, кто мне этот авиатор шил. Это получилось не очень дорого. И если вы захотите, тоже сможете воспользоваться услугами. Так, что здесь еще у нас от Vetements? О бренде Vetements, Vetements, если хотите, можно говорить часами. Бренд стирает все границы, которые модное сообщество устраивало столетия до его появления. Vetements собирает весь парижский бомб в Макдоналдс. Присылает вместо приглашения на шоу, например, презервативы. Не использованы, это уже хорошо. Набирает модели через Инстаграм. Выпускает сумку, очень похожую на ту, в которую кладут товары в Икеа. И продает ее потом за тысячи евро. Основатель бренда Дэна Гвасалья показал модной индустрии новый путь. Добавив иронии, без которой в современном мире просто невозможно обойтись. Я Дэну обожаю и правда его считаю, наверное, самым главным дизайнером нового поколения. Здесь мы видим вот такой А5 Драна. Видите, почти все бренды, которые мы с вами сейчас обсуждали. Везде есть некая рванина, состаренность. Это очень такое важное, серьезное направление в моде сейчас. Но при этом этот свитер очень технологичный. Вот это все, это клей. Видите, это не просто нашивка. Это такой принт какой-то резиновый. Здесь резиновая еще вот такая нашлепка. И такой свитер охранника, не побоюсь этого слова, стоит 83 200. Еще здесь есть очень классный бомбер, чуть-чуть похожий на мой. Выделил мне, наверное, бомбер в отманбетмовитимент. С всевозможными нашивками, наклейками. Это тоже коллаборация с Альфа Индестриз. Видите, здесь даже есть, собственно, информация об этом. И если бюджета у вас на вот такой бомбер с коллаборацией нет, то в Альфа Индестриз мы отправляемся и покупаем его там подешевле. Ну, даже не дешевле, а значительно дешевле, чем этот. Очень масштабно бренд Вэтмо здесь представлен. Есть еще бомбер, есть вот такие джинсы с пламенем. Есть вот такие толстовки для вегетарианцев, пожалуйста, обратите внимание. Я помню, бренд был такой Fruit of the Loom. Очень похоже на лого этого бренда. Джинсовки. Ну вот, то, о чем я вам говорил. Еще один пиджак с отрезанными лацканами. Этот от Вэтмо. Стоит он 172 тысячи рублей. В целом для Вэтмо цена как-то даже уж и не такая высокая. Нравится? Ну, так. Не сказал бы, что я прям в восторге. Вот этот куртец очень уж мне нравится. Запал, да, Саш? Ну, мне он, к сожалению, не нужен. Вообще очень крутой. Авиаторы очень классные. И если у вас есть возможность авиатор себе приобрести, уж не обязательно, вот Вэтмо, то обязательно это сделайте в вещь вне времени. А в этом сезоне особенно громкая единица мужского да и женского гардероба. Ой, в кои-то веки у них есть футболка, толстовка. Без всего. Это верх иронии. Купить толстовку Вэтмо, на которой не написано, что это Вэтмо. Больше в ком, наверное, есть... Нет, ничего нет. Правда? 63 тысячи рублей стоит. Ну да, только здесь. Вот, пожалуйста. Вэтмо, лимитед эдишн, все. Больше ничего. Вообще. Вот это верх иронии для бренда. И базовые футболки здесь есть тоже. Без всего. По 30 тысяч 200 рублей стоит. Тоже с небольшой вышивкой, белым по белому. Окей. И белая толстовка тоже без всего. Здесь еще представлен бренд Golden Goose. Golden Goose. Итальянская марка, основанная супружеской парой в 2000 году. Они выпускают под своим брендом одежду, обувь и другие всевозможные аксессуары. Фирменный знак отличия – это эффект со стариной обуви. Этот эффект достигается за счет натирания вручную подошвы, воском и щетками. Такой способ обеспечивает эксклюзивность полученного рисунка. Другой отличительной чертой кед Golden Goose является аппликация в форме звезды, выполненная из разных фактур и видов кож. Эти детали делают модели бренда узнаваемыми по всему миру. Вот увидите задрипанные кеды со звездочкой. Значит, Golden Goose. Не увидели? Значит, не Golden Goose. Это снова потертые и потрепанные вещи. Пожалуйста. Кеды, в которых уже стадо как будто бы походило. Видите? И стоят они 44 300 рублей. Но это тоже обувь для знатоков. Во-первых, они очень удобные. И со стороны тот, кто носит Golden Goose, всегда вас узнает. Еще немножко. Ой, мне вот эти нравятся. Смотри, они ножки туда прямо запихиваются. А мне надо такие? Ну, надень, сейчас посмотрим. Ой, вообще, смотрите, тайцы. Я убиваюсь по тайцам, как вы поняли. И вот такие есть. Ты прям, я знаешь, чем бы надел? С каким-то прям классическим коричневым пиджаком в клеточку. А мне кажется, еще можно с какими-то шортами тоже классическими. Ну, нет, конечно, шорты сверху и какой-то прям классический, дебильный, совершенно не подходящий сюда пиджак. Это все тоже вэтмо. Вот здесь есть куртка из прошлой коллекции. Сейчас проверим, кстати, может быть, она со скидкой. Да, кстати, куртка эта стоила 372 тысячи рублей. Сейчас стоит 148-800. Хорошая скидка, кстати. Ну, 50% скинули. Так, что здесь еще? Fashion is my profession. Пожалуйста. Здесь есть плащ, как ушу. И мы сейчас можем с вами дабл-дрессинг здесь организовать. Это тоже вэтмо. Ой, мама. Это секси? Вот это секси. Давайте, голосуйте в комментариях, пишите, это секси. Давай, матрица. Тихо. Нет, давай садись, садись. Куда садиться? Ну, давай, нет, блин, кто должен сесть? Давай, что я уже сделал? А, вот так, вот так? Нет, не так. Просто свернись, клубочек. Вот так? Только тебе будет тяжело, потому что я на тебя сейчас подумал. А, ты на меня сесть будешь с ума сошел? Так, сейчас, подожди, сейчас. Ай, блядь! А, я поняла, что ты хотела сделать. Да, я нагнулся и выгнулся. Но, на самом деле, на вешалке он выглядел максимально неудобно. Вот сейчас я его надел в раскрытом виде. В целом, можно так походить, особенно если вы техно-кобра, то однозначно можно. Но твой помягче, он поудобнее. А что он тебе, кстати, за тренч? Это российский бренд Казаки называется. Казаки, say hi. Нет, реально прикольный. Да, а на мне, если что, юбка из женского отдела. Юбка-плед от бренда R13 и толстовка тоже R13. Хорошо. Сколько ты стоишь-то? Тут в дыре где-то надо искать. Где искать? Вот тут в дыре. Вот она. Ой, мамочка, в чем я вообще забавлялся? 500, 2700. Извини. На самом деле, реально, больше, чем в SV, вещей от Vetmo я не видел нигде. И достаточно большой выбор. Но вот здесь уже начинается Balenciaga. И что самое интересное, разницы почти нет. То есть я вот сейчас листал Vetmo, Vetmo, Vetmo. Вот это как будто Vetmo. А это уже Balenciaga началась. Ну, сами понимаете, у истоков Vetmo стоял Демна Гвасаля, который сейчас руководит звездно и масштабно брендом Balenciaga. И что у нас здесь от Balenciaga есть? Модный дом имени Кристо Баля Баленциаги был основан в 1914 году. Баленциага был новатором того времени. Сам Диор говорил. Высокая мода подобна оркестру и дирижирует им кто? Баленциага. Мы, остальные кутюрье, музыканты, покорные его смычку. Вот так. Баленциага был наставником Оскара де ла Рента и Юбера де Живанши. Но в 1972 году Кристо Баля не стало. И его модный дом длительное время не привлекал большого внимания модного сообщества. Воскресить былую славу модного дома в 1998 году пригласили Николя Жескьера, который теперь уже возглавляет модный дом Луи Витон. А в 2012 году Александра Венга. И если у Жескьера получалось правда круто, я, например, никогда не забуду эти леггинсы из металлических пластин, то попытку Венга сложно назвать успешной, я бы даже назвал провальной. Оживить Баленциага удалось, когда пост креативного директора занял... Правильно, Демна Гвасале. С этого момента у Баленциага началась новая эра. И пусть все плюются от того, что Демна делает для Баленциага, я считаю, что на самом деле Баленциаге, Крестобалю, все очень бы понравилось. Потому что его тоже в свое время никто не понимал. Деним, всевозможные куртки, очень много базовых футболок. Кстати, классный цвет. Я сейчас не о черном, а о розовом. Просто объемные футболки. Практически без брендинга. Брендинг мы с вами видим только здесь. Потому что, мне кажется, все подустали от надписи Баленциага на груди или на спине. Теперь это вот так деликатно и мило. И футболочка такая стоит... Дорого. Ой. 41 тысяч. Ну, цвет зато симпатичный. Цвет красивый. И вот есть, например, такой прикольный лонгслив. С растяжкой цвета. Вот более светлого лавандового к более темному. Видишь? Такой рейверский, прям как из 90-х. Да, поюзанный. И очень много в коллекции я вижу вещей с эффектом поюзанности, как сказал Шу. Например, вот такие поюзанные, прям растянутые, как будто бы даже вонюченькие. Чуть-чуть треники. Такой же вонюченький, как будто бы пиджачоныш. Смотрите, он из тонкого трикотажа. На самом деле, вам не видно этого сейчас наверняка. Но вы мне поверите, это тонкий трикотаж. И тоже все здесь, видите, состаренное, такое задрипанное. Боже, вообще-то такой задрипыш я нашла. Ой, мне это так нравится, что все задрипанное. Иди сюда, покажем задрипыш. Ну вот. Реально вещь, как из секунда. Ой, классно, наверное, днем. Ну, вообще, вообще супер. Я представляю. Ой, еще вот какая-то, смотри, штучка есть. Хотя штанишки все нравятся. А я что-то вообще по штанишкам убиваюсь. Да, вот смотрите, вот такие еще есть тайцы. Но это, видимо, уже женские. Размер М стоит 35 тысяч рублей. Представляете? Тепленькие. Ну, я бы такие надел. Давайте вот здесь еще посмотрим, что есть от Balenciaga. Есть, например, вот такой свитер, который как будто бы надет поверх дождевичка. И у меня, например, такой свитер есть. Покупал я его только в ЦУМе. И мне кажется, что... Ну да, за 120 тысяч рублей. Извини меня, мама. Вот еще одни тайцы. Тоже такие просто штанишки с брендингом на резиночке. Ничего сверхъестественного. Толстовки, толстовки. Еще одни тайцы. Есть очень прикольный вот такой черный кардиган. И в чем его прикол? Видите, что он очень высоко застегивается. Обычно кардиганы с таким V-образным удлиненным вырезом. А этот застегивается очень глубоко и высоко. И он даже двубортный. Смотрите, здесь очень интересно. Я сейчас вам покажу. Расположены пуговицы по косой. И пуговицы заходят даже на кармашек. Смотрите. И, видимо, когда ты его застегиваешь, получается очень такой интересный кривой силуэт. Что здесь тоже петли пробиты прямо насквозь. Прямо насквозь, через карманы. Это интересно. Саш, у меня для тебя примерка очередная. Вау. Баленсиага? А это же все вот эта коллекция, которая была в диджитал формате, да? Да. В виде игры. Прикольно? Ну, прикольно. Я бы еще побольше бы тогда предложил, чтобы он вот здесь на плечах развалился. Трикотажные рубашки. Какие-то флисовые кофты. Все, правда, это вешалки неудобные. И сюда было. Флисовые кофты, свитера. Всякие мягкие брюки. Очень много всего от Баленсиага. И вот то, что я хотел вам показать. Это как будто бы шарф. Ой, это классно. Но это на самом деле вот такое пальто с капюшоном. Я вообще очень такое хочу, но это дорого. Смотрите. Да? Вообще чувствуешь себя в этом просто королем мира. Я бы прям так оделся. А что там думают, не знаешь? Дорогие зрители, у меня сейчас к вам обращение. Вот что вы сейчас думаете? Мне кажется, вы просто глаза закатываете, у виска пальцем крутите, чего мы вам показываем. Но мне это все очень нравится. Ну, это просто прогрессивно. Вот как выглядит прогрессивная мода. И мне это очень нравится. И прогрессивная мода, это еще и не дешево. Потому что то, что на мне сейчас надето, стоит 185 тысяч рублей. Ой. Красиво. Это очень красиво. Хочешь укутаться, прям, ну, бродить. Ну, не, ну, вот вообще, бомба просто. Я такой иду просто по Парижу. Еще в красных этих, орикованцах. Блин, что делать, я. Мне кажется, нам пора, если вам так нравится смотреть шоппинг-влоги, устраивать донаты. Чтобы вы перечисляли копеечку мне, а я выходил по магазинам, тратил бы эти копеечки, а я вам показывал бы, что купил. Ну, вот что я придумал. Придумал, да? Ну, а что, донатить, это очень... Ну, что, донатить, это очень современно, я считаю. А вот еще какой-то классный костюм Зиги Ченну пропустили. Показывай. Такой какой-то. Нет? Как будто я в игре в кальмарах. В кальмарах. Ты в кальмарах. Игра кальмара. Нет, пальто-бомба. Да, пальто-бомба. Ну, вот это тоже классно, очень. Я прям себя чувствую нереальным в нем. Курдл-Кобейном прям? Такое еще рок-н-ролл, прям бурлит все в крови. Сердце выпрыгивает просто из оков. Секси? Очень классная штука. Сюда пока брошу. Я пока сюда кидаю то, что мне нравится. С баленсиагой мы почти разобрались. Здесь еще баленсиага. Ну, тут вообще столько баленсиаги. Боже. И все вот с этим таким эффектом заношенности, эффектом состаренности. СВ Москва, кстати, очень любит. Настюшка, опасность. Вообще, мне кажется, главная клиентка. И вот сейчас я вам покажу джинсы, которые я тоже себе уже купил. Только не в СВ Москва, к сожалению, а во время нашей внезапной поездки в Петербург. Они супер классные. Но эти джинсы стали причиной того, что теперь у моего телефона разбит экран. Потому что в заднем кармане как бы дырка. Это реальная дырка. Я шел по улице, положил в задний карман телефон, и он благополучно вывалился и разбился. Так что, Дэмна, милый, дорогой, спасибо тебе большое за новые эмоции. Но джинсы классные. Пойдемте в темную комнату. В какую? В темную. Так, здесь Fear of God. Это бренд, о котором я вам тоже уже говорил. И здесь снова, пожалуйста, вуаля, пиджаки без лацканов. Очевидный тренд мужской моды. Очень классный пиджак. Fear of God мне безумно нравится. Есть вот такая версия. И, по-моему, был какой-то еще здесь. Нет, его уже нет. А тебе нравится без лацкана в пиджаке? Ну, вообще, можно было бы примерить. Но, мне кажется, для меня простовато. То есть, вот, когда есть лацкан, мне просто к лицу это идет больше. Или вот еще вариант. Очень красивый брючный костюм. Вы только посмотрите. Мне кажется, вы все хотели бы, чтобы я одевался только так. Но я предложил бы этот костюм надеть со спортивной какой-то обувью и с толстовкой с капюшоном, чтобы он выглядел более неформально. Очень красиво. И вот этот черный мне тоже нравится. Вообще, прям бомба какая-то. Смотри, какая красота, Саша. Я даже сейчас примерю. Блин, у меня черных пиджаков, просто пруд пруди дома. Ну, продаж старый купишь, но... Какая ты молодец вообще. Спасибо тебе большое. Ой, очень классный. Только тут что-то... А у вас бракованный пиджак. Да, что ли? А у него бывает такой перекрученный подклад на рукаве. Вот, видишь? Да, я вижу. У нас тоже иногда такое приходит. Это брак, там надо вот тут его распороть и перешить. Что делать? Ну, не, ну что, бывает. На старуху бывает проруха. Очень классный. А брюки тоже к нему есть, да? Вообще супер. Ну, это другая ткань? Нет, это такая же. Нет, это разная ткань. Ну, вот этот пиджак супер. Вот. Классный, хороший размер. Несмотря на перекрученный рукав, все это можно исправить. Такое бывает, к сожалению. Боже, как онился. Красивый. Это все Fear of God. Первая линейка. Вот эта толстовка еще мне очень нравится. Очень красивая. А вот там вы видите то, что представлено только в SV Moscow, насколько я знаю. Это Fear of God Essentials. И здесь такие простые, понятные вещи. И некоторые вещи продаются трипэком. Например, вот такие майки-алкоголички. Три майки в комплекте. 11 800 стоит такой набор. Или, например, вот такие трусики домашние. У меня, кстати, есть. Вот теперь вы знаете, в каких домашних трусиках. Я пока еще не хожу дома, потому что я их купил, положил в пакетики. И только сейчас вспомнил, что пакетик у меня стоит в гардеробной. Очень классные. Трусы возьму с собой на отдых. Вот, если вы ищете леггинсы или велосипедки дизайнерские, вот у меня такие тоже есть. Очень классные, очень хорошая альтернатива Balenciaga. Если Balenciaga стоит около 40 тысяч рублей, то Fear of God Essentials стоит 10 900. Поэтому, если вы на Balenciaga еще не накопили, то можно Fear of God купить. Тоже не прогадайте, качество отменное. И вот такие футболки классные. Вот я сейчас в одной из них. Вот на мне вот эта черная футболка. Это Fear of God Essentials. Комплект из трех тоже стоит порядка 12 тысяч рублей. И давайте тоже тогда инфо-справочку, что такое Fear of God, кто Fear of God занимается и в чем, собственно, прикол бренда. Узнаем прямо сейчас. Дизайнер из Лос-Анджелеса Джерри Лоренцо основал бренд Fear of God в 2013 году. Название бренда переводится как «Страх перед Господом». Мать Джерри была очень набожной женщиной, читала сыну Библию и всевозможную религиозную литературу. Дизайнер утверждает, что название взялось именно из этих детских воспоминаний. Джерри Лоренцо создает сложные, но сдержанные базовые вещи, одновременно вдохновляясь Библией и гранжем. А среди его поклонников Kanye West и другие звезды. Кстати, у бренда до сих пор нет ни инвесторов, ни отдела продаж или маркетинга. Лоренцо вообще не участвует в неделях моды, не следит за календарем и выпускает коллекции тогда, когда посчитает нужным. Вот у меня в моем бренде абсолютно такая же концепция. Вот прям вот... Прям вот такая же. Пойдемте вот здесь отсек с Dark Fashion. Здесь есть такая одна вещь нереальная, но ее, по-моему, Настюшка Опасность сделала, да? А это другая уже, да? Второй размер. Второй размер? Она больше взяла? Это больше? Меньше. Это меньше. Это нереальная куртка от Йоджи Имамото. Стоит 700 тысяч рублей, насколько я помню. И Настюшка Опасность увела из-под носа. Настя, спасибо тебе, ты мне деньги сэкономила. На самом деле, очень классная штука. Как будто бы это брюки. Смотрите. Это скроено, как брюки. Ну, как будто бы. Но надевается, как куртка. Единственное, кто может это продемонстрировать, это ты, Шу. Давай. Поэтому тебе придется это надеть. Где дырочка? Ну, вот где-то ищи. Не-не, вот дырочка. Вот здесь нет. Это же брюки, да? Вот тут дырочка. Представь, что твои руки, это ноги, и тогда наденешь. Мне прям нравится, чтобы это было вот так распущено. Сейчас замотаю, чтобы они не валун дались по полу. Чтобы не валун дались прямо именно вот для этого. А давай прям вот так, чтобы они вот так распустились. В общем, это вот такая сада-маза-куртка. Никому из вас непонятно, но мне очень нравится. И это Йоджи Имамото. И мне кажется, что СВ Москва единственный, кто в таком мобиле Йоджи Имамото представляют. И я вам предлагаю прямо сейчас погрузиться в этот бренд и узнать Йоджи Имамото поближе. В 1973 году Йоджи Имамото создал первую коллекцию женской одежды под маркой YSY-S. В этом же году в Токио прошел показ его первой коллекции Протопортен. В 1981 году в год моего рождения он провел свой первый показ в Париже. Модели вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией и необработанной швами и обилием черного цвета. Конечно же, это вообще фирменный цвет для бренда. Так в мире моды появилось новое определение Хиросима Шик. В 2002 году Имамото впервые в истории объединил высокую моду и спортивный стиль, разработав совместную коллекцию с Адидасом. Он действительно был первопроходцем. Это первая масштабная коллаборация модного бренда и спортивного. Сейчас Йоджи Имамото разрабатывает три разные марки. Уайс, женская коллекция на каждый день, Йоджи Имамото, женская и мужская одежда очень дорогая, пропитанная бунтарским духом и Йоджи, линия парфюмерии. Отличительные черты стиля Имамото. Унисекс, закрытый свободный кроль, черный цвет, как я уже сказал, функциональность и качество. И все это стоит своих денег. Например, вот это я пытался в прошлый раз купить, такая рубашка с одним рукавом, но для меня слишком викторианская, конечно же. Но если эта рубашка доживет до какого-то особенного события, куда мне понадобится такая вещица, то они примерно сюда в СВ за ней прибегу. И порядок цен, конечно, на Йоджи тоже такой непростой. И мы сейчас с вами посмотрим, например, сколько стоит рубашка от Йоджи Имамото. Черная, простая, без надписи, без брендинга. 51 тысяча 300 рублей. Кстати, я думал, что будет дороже. Или вот эта рубашка, которую я вам показал, сколько стоит. Она, по-моему, даже на скидке. Да, она со скидкой. Стоила 136, сейчас стоит 82,80. Красивая. Очень красивая. И мужская, и женская. Как платье можно носить. Одновременно, как плаца. Что? Как плаца. И здесь концептуальный дизайнер, например, Ком де Гарсон. Вы только посмотрите на эту подиумную невозможную красоту. Это, конечно, уже для людей странных, особенных. Но мы себя к таким людям вполне себе относим и считаем, что это как раз-таки инвестиции, это коллекционные вещи. Я даже иногда предлагаю такие вещи вешать дома на манекены, чтобы они стояли, например, в какой-то общей зоне. У вас будет вот такое красивое платье висеть на манекене, как арт-объект. Ком де Гарсон вообще это один из важнейших брендов для модной индустрии. И если вам неизвестно, что такое Ком де Гарсон, кто за брендом Ком де Гарсон стоит и почему этот бренд так важен, я предлагаю инфосправку прямо сейчас. Японский бренд Ком де Гарсон основан Рейкова Кубо в 1969 году, но официально бренд зарегистрирован лишь в 1973. В основном одежда шила в стиле унисекс, отсюда и название Ком де Гарсон переводится как мальчики. Бесформенные, асексуальные, необычные вещи сразу завоевали внимание японских модниц и модников на самом деле. Подход к продажам у Рей тоже был необычным. Например, в ее бутиках не было манекенов и зеркал. Она утверждала, что женщина должна покупать одежду из-за того, как она себя в ней чувствует, а не потому, как она в ней выглядит. Такой интеллектуальный подход быстро завоевал признание не только в Японии, но и по всему миру. Ком де Гарсон это не только одежда, но и парфюм, и мебель, и ювелирные украшения, и нижнее белье, и аксессуары, и много-много чего еще. Брендовые магазины в Лондоне, Нью-Йорке, Токио. Кстати, в Лондоне и Токио в Довар-стрит-маркет я был, и туда стоит сходить хотя бы как в музей. Бренды для Довар-стрит-маркета Рейкова Куба выбирает лично. Считается, что если на бренд обратили внимание в Ком де Гарсон, успех неизбежен. И однажды вот так повезло Гоше Рубчинскому. Да, он прославился на весь мир, и Ком де Гарсон имеет непосредственное к этому отношение. И что у нас здесь осталось? Еще один пиджак без лацканов. Здесь у нас Мезон Маржела. В прошлом влоге я вам уже рассказывал о французском модном доме Мезон Маржела. Если основатель бренда после своего ухода занялся творчеством и сейчас позиционирует себя как художник, то для Джона Гальяна, который пришел на место Мартина Маржела, это стало возможностью восстановить свое имя после скандального ухода из Диор. Если вы об этом сказали или не знаете, обязательно погуглите. В одном из интервью Гальяна говорил, что вскоре после своего назначения встретился с Маржелой за чашкой чая и тот сказал, Джон, знаешь что? Возьми, что хочешь из ДНК моего бренда. Защити себя, а потом сделай все это своим. Именно так Джон Гальяна и поступил. Взял за основу приема деконструкции, потом он добарил свой фирменный эпатаж и мы получили Мезон Маржела, который все знаем и который я так сильно люблю. Надеюсь, вы тоже любите Таби Бутс. Очень красиво. Мне все это очень нравится. Единственное, я, конечно, требую, чтобы СВ Моска увозили более сложные вещи мне. Привезете? Из ассортимента какого бренда? Маржела. Мы пробуем. Ну, знаешь, из-за того, что сейчас пандемия и очень сложно выбирать вещи файером онлайн, заказы, это практически нереально. Я даже сейчас вам объясню. СВ Москва особенный магазин и закупка всегда особенная. Мы сейчас живем в постпандемийное время и многие заказы, многих вещей делаются онлайн, когда ты не можешь потрогать, пощупать, как раньше, посмотреть, как вещь сидит на человеке, увидеть всякие эти фишечки, деталечки. Поэтому, конечно же, байеры вынуждены покупать более понятную, спокойную одежду, поэтому мы сейчас больше в магазинах видим трикотажа, всевозможных брюк, ничего такого очень понятного, что человек онлайн тоже может себе заказать и предполагать, как это будет на нем сидеть. Поэтому, например, Мезон Маржела, который славится сложными вещами с какими-то необычными деталями, достаточно сложно купить онлайн, будучи байером. Кажется, затеи. А ты чего ждешь? Я жду зимы. Зимы ждешь, да, я вижу. Ой, я что-то это приустал. Ну, наверное, надо идти примерить что-то, да? Я сейчас хочу вам показать вот эту парку от Жильзандер. Сейчас я ее надену и к вам выйду. Но мне она маловато, она должна быть прям огромной. И что классно, эта парка на самом деле с отстегивающимся утеплителем, то есть вы можете снять вот этот пуховик. Мне кажется, даже носить его отдельно, носить отдельно эту куртку. А вот такая куртка парка это вообще суперинвестиция. Если у вас нет такой зеленой хаки-куртки с накладными карманами или без, то обязательно приобретите. Ну что, классная куртка, но мне прям хотелось бы, чтобы она была еще больше, чтобы рукава были здесь. У тебя какая-то зелененькая есть. Да у меня есть очень классный эфиров гад, кстати. Зеленая с таким белым подкладом. Давай тогда вот сюда ее уберем. Ну как-то, знаете, что-то себе не жирно тут наоткладывала. Может быть, мне что-то надо померить еще? Что ты хочешь, Саша? Да я хочу это пальто на самом деле. Потому что оно вообще невероятное. Оно прям вообще супер. Вот тут все развалилось, какие-то торчат штуки. Оно какого-то фасона ужасного. Обожаю. Ты пытаешься отговорить или угодно? Нет, наоборот, мне это нравится. Чем ужаснее, тем лучше. В смысле, что мне нравится, что оно как будто бы потрепанное, как будто она там где-то валялась на чердаке и залежала с ней. Очень красиво. Ой, привет. Ты кто? Ты цыпленочек? Трэш, конечно. Не, ну это не секси. Это вообще не секси. У нас что-то вообще с этой коллекцией Рафа не пошло. Но вот если Зиги Чен секси, то Раф что-то не секси. Раф не секси. Нет, ну как бы в целом понятно, что это можно обыграть чем-то монохромным, но один раз. Конечно. За 186, 300. Нет, ну лучше пальто за 200 купить и не париться. Ну как не париться, просто поработать потом еще немножко. Так, давай еще что-нибудь секси вот я померю. Одно. Рубашку и мамото не хочешь померить? Не-а. Саша, а эти хотели померить. Померяй, пожалуйста. Кого? Станишки. Тайцы? Да. Что-то неохота снимать все. Ну, снимай. Снимай штаны. Не, может быть, мы уже будем прощаться. Вот это как же. Пожалуйста. Не, давай прощаться. Фух. Ну, мне кажется, затейливый влог получился. Да. Смешно, весело и забавно. Вы все поняли, что высокая мода это неудобная одежда и очень дорогая. Ну, на самом деле, мне кажется, классный, полезный влог получился. Самый главный и важный мой постулат это живить посредством, носить то, что вам нравится, кайфуйте, радуйтесь и получать в удовольствие такое же от жизни, которое я получаю, находя что-то невероятное. И мне кажется, мой экстаз сегодняшнего видели, когда я надел пальто Зиги Чен. Ты еще искал? Угу. Коричневое пальто какое-нибудь. Да. Ну все, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Александр Рогов, для которого не шьет Раф Симмонс, ну хотя розовую рубашку я купил. До встречи, на связи. Это Рогов Лайф. Ждем вашей поддержки. Все. Все, пока. Пойдем еще что-то померю. Ой, мамочки. По размеру на него? Я не знаю. Мотоциклист какой-то нереальный. Ну это секси. Открыть особенно за сроком бездрея. Это очень секси. Ну мы договорились, ребят, давайте. Ну все. О, все.